Строить фестиваль. Такие лозунги принесли к концертному залу «Дзинтери» латышские националисты. Их возмущают далеко идущие планы организаторов «Новой волны». Репортаж из Юрмалы у Скирмонта Бальчута. Аллея славы — позор для Юрмалы. Почему мы должны петь чужую песню? «Русский балаган в Россию». Такие плакаты появились в городе-курорте. Национально настроенные жители Юрмалы сегодня собрались на пикет возле городской думы. Они возражают против звезд. Аллеи звезд «Новой волны», которую в понедельник хотят создать в городе-курорте. Вот что они думают. Скажите, почему вы возражаете против аллеи звезд? Я латышка, я учительница. Много говорю детям о символах. А у секрес для латышей — это возрождение и сила, энергия. А в контексте «Новой волны» у него совсем не такое значение. Причины для недовольства у пикетчиков разные. Юрмачанка Мария, например, протестует против музыки, которая звучит на «Новой волне». Ни один интеллигентный русский такую музыку не слушает. Это ниже достоинства любого человека. Это унизительно видеть здесь таких типа артистов. Унизительно даже ходить по табличкам с их именами. К русскому девушке нет претензий. В доказательство она переходит на русский язык. Конечно, я говорю по-русски, но я считаю, что в Латвии это не очень-то красиво к латышам. Большинство пикетчиков — это члены юрмальской ячейки националистов из ВЛТБ ЛННК. Как всегда, теребят старые раны и выступают против «Новой волны» в принципе. За 20 лет независимости мы снова по колено в русскости. Окупация не закончилась. Она продолжается, только в другом виде, без танков. Все дело в выборах. Разводят руками в юрмальской думе. Там поясняют, пикетчики немного напутали. Аллею славы на ведущей к морю улице Турайдес будет создавать сама юрмальская дума. В обрамлении Аусиклеса там появятся имена известных людей, которые когда-либо жили и работали в юрмале. А организаторам «Новой волны» отведено другое место — площадь перед концертным залом. Там появятся имена участников и организаторов «Новой волны» уже в обрамлении пятиконечных звезд. Звезды как звезды. Да, и звезды — это не надо ассоциировать только с тем, который у некоторых ассоциируется с Крыльевской звездами. Звезды — это у нас и в Европейском Союзе, и везде у нас звезды. Звезды — это тысячелетний символ, который ничем не виноват, если там есть какая-то нагрузка другая, политическая. Решение о создании «Аллеи славы» дума приняла год назад, причем единогласно. Проект поддержал и единственный в юрмальской думе Тевземец Айгор Стампе. Это неправда. Меня на том заседании вообще не было. Его созвали очень быстро, и я не успел приехать. Если бы я был, то, разумеется, голосовал бы против. Но запись протокола говорит о другом. Тевземец тоже голосовал «за». А теперь и он, и остальные оппозиционеры дружно критикуют «Аллею славы». Это нужно было собрать, чтобы и латыши были довольны, и евреи довольны, и русские довольны, и фашисты, и все, что угодно. Все были довольны. А у нас, получается, все наоборот. Если я у нас в Вилне, Москва, здесь весь с картой, ибо, значит, все, давайте, как они скажут, так и будет. Нет, все в порядке. Пикетом дело не ограничится. На «Аллею славы» националисты уже пожаловались в центр госязыка. Надписи на бронзовых звездах будут на английском языке. А это, возможно, нарушает закон о госязыке. Завтра языковые инспекторы отправятся в Юрмалу с проверкой. С Кирмой Табачёта, Эдуард Колик, телекомпания ТВ5. Хотите услышать, увидеть и почувствовать джаз? Отправляйтесь в салкасты.